Возвращение Исмы Султан будет великолепным. Сурея и Ипик идут в больницу со своими мужьями. Ипик первый узнает, что беременна, и сообщает об этом мужу. Когда они слышат от врача, что состояние Ады хорошее и что она реагирует на лечение, они говорят «Ой, лучше бы мы этого не делали», но соглашаются с решением не прерывать уже сформировавшегося ребенка. С ребенком Суреей тоже все в порядке, и они узнают, что его пол – девочка. Фарук, который уже хочет девочку, сходит с ума от радости. В тот же день состоится презентация Баран Джет. Хотя Фарук говорит, что Фикрет является архитектором этого проекта, Фикрет снова начинает завидовать, когда все журналисты задают Фаруку вопросы. Есть еще кто-то, кто завидует. Мурат. Ему очень неудобно оставаться на заднем плане. Мурат что-то делает на компьютере. Приходит общая подруга Суреи и Диляры, женщина. Сурея чувствует себя плохо, когда концерт отменяется, поэтому предлагает стать продюсером их компакт-диско. Вместо этого солисткой будет Дилара. Но уже не в доме Адама, а бокалы поднимаются один за другим. Когда Дилара говорит ему, что будет певицей, а Адам поддерживает его жену, Сурея Фарук вспоминает, что он не поддерживал ее, и настраивает против нее. Придя домой, он говорит, он тоже Баран, он тоже женат, но он может, а почему я не могу? Вечером Эсма и Гарри поужинают наедине, чтобы отпраздновать хорошие новости. Эсма думает не баллотироваться на пост президента ассоциации, потому что если она это сделает, то проиграет Кимету. Их дружба с Киметом, ему жаль, что поддержка, которую он оказал женщине, оказалась напрасной. Придя домой, Сурея и Гарри, сидящие перед дверью, обсуждают эту тему. Гарри просит Сурея убедить Эсму не покидать ассоциацию. Сурея разговаривает с Османом, который возвращается домой. Он подчеркивает, что ему необходимо тщательно изучить свои чувства к Бурджу. Осман тоже чувствует отсутствие девушки дома, он ищет свою дочь. Той ночью он идет к ней домой, чтобы поговорить с Бурку. Девушка устроила вечеринку для своих друзей дома. Осман злится, когда молодой человек называет девушку «дорогая». Когда один и тот же мужчина постоянно прерывает их разговоры, Осман избивает его. Бурку тоже страдает от этой ревности и решает дать Осману еще один шанс. Хотя Адам втайне злится на себя, потому что думает, что у Фарука добрые намерения, он полон гнева на Фарука и Акифа. Несмотря на настойчивые требования Адама, Джан полон решимости покинуть Буссу. Они прощаются с Эмиром в музыкальной школе и обмениваются подарками. Акиф сообщает Фаруку, что после запуска парень по имени Халим завершил работу, и у них есть доказательства об Адаме. Когда Фарук узнает об этом, он очень злится на Акифа. Но Акиф по-прежнему считает, что он прав. Тем временем Акифы начинают переезжать в свой новый дом. Халим отправляет Адаму видео со словами, «Если вы все еще не верите, что Фарук сделал это, то это доказательство». На видео есть запись скрытой камеры момента, когда Фарук и Акиф планируют пойти к мужчине и убить Адама. Той ночью за жином в доме Адама Фекрет случайно берет у Адама телефон. Хотя Ипик принимает это за телефон своего мужа, она видит это видео и пересылает ему. Ипик показывает это видео своему мужу, чтобы отговорить его от развода, говоря, «Никто не заботится о тебе больше, чем я». Позже он навещает Фекрета и обманывает Адама, говоря, что знает о Халиме, рассказывая ему разные вещи. Когда Сурея не может убедить Исму не покидать ассоциацию, он попадает в список людей, которым ассоциация уже помогла. Там его внимание привлекает выдающаяся женщина-предприниматель. Он связывается с женщиной и приглашает ее на вечер ассоциации. В ночь своего юбилея эта успешная женщина выходит на сцену. Госпожа Эсма вспоминает о цели ассоциации и решает не выходить из нее. Судя по овациям стоя Исме пришедших туда членов, Эсма будет президентом и в новом сроке. В тот вечер Сурея также вышла на сцену на благо ассоциации. На следующий день, после того, как Сурея прощается с Джаном, который приходит в школу, он удивляется видео, которое получает на свой телефон. Ипик, вероятно, разместила видео, и она хочет порвать отношения с Фаруком. Самый счастливый день Адама. Дочери Ипика и Фекрета решают родить Аде ребенка, но не могут приступить к делу. С другой стороны, Исра убедила своего брата и вернулась в Бурсу, чтобы работать. Когда она узнает, что ребенок Фекрета серьезно болен, она хочет позвонить мужчине, но не делает этого. После этого он встает на пути Фекрета и выступает перед компанией, но Фекрет на него расстроен. Отголоски матери Адама, стрелявшей в Фарука, доходят и до дома баранов. Семья в панике, Фарук же хочет пригласить Адама и его жену на весенний пикник. Ведь он спас себе жизнь. Он считает, что семья должна как-то собраться. Конечно, Фекрет сразу начинает ревновать. Они прекрасно проводят время на пикнике. Адам очень счастлив, чувствуя себя членом семьи. Фарук снова предупреждает Акифа о Халиме. Акиф берет документы из рук Халима и угрожает ему ничего не делать в отношении Адама. С Анем изо всех сил пытается помирить девушек, но в последней серии девушки уже помирились. Когда мастера не могут закончить ремонт дома, где будут жить Акиф и Санем, Санем решает взять командование на себя. Он говорит, что будет приходить проверять дом три раза в день. Фарук разговаривает с Османом. Его брат рассказывает ему свою историю о Сурее. Пока брат и сестра мирились, на пикнике Бурку расстроило желудок. Во время рвоты он вспоминает свою предыдущую рвоту. Он помнит, что сказал Осману о Сурее и что слышал Фарук. Ему становится очень грустно. Вернувшись домой с пикника, он говорит, что пришел забрать свои вещи и возвращает кольцо. Помолвка заключена. Сурея хочет пойти на концерт со своими друзьями в пользу ассоциации. Он убеждает Фарука, но Ипик, который слышит разговор, сначала он рассказывает своей матери, а затем рассказывает Эсме. Эсма звонит в ассоциацию и оказывает давление на то, чтобы вышла другая группа, а не та группа. Поняв это, Сурея идет домой. В то время госпожа Эсма узнала, что у Османа и Бурджу была связь и что ее не разыскивают в качестве президента ассоциации, поскольку она не присутствовала на собраниях ассоциации и ее отношения с Гарипом были раскрыты. Сурея приходит подраться со своей свекровью, но в конце разговора обе женщины обнимают друг друга и плачут. После инцидента в компании Адам смягчился по отношению к Фаруку, который не рассказал полиции, что его мать наставила на него пистолет и обняла его. После пикника с Баранларом он почувствовал, что у него появилась семья. От счастья он еще и говорит приятные вещи своему психиатру. Однако Халим приходит к нему домой и рассказывает все Адаму. Он сказал, что Фарук нашел его и привел, что он выполнил работу, он говорит, что взял документы и держит их в руках, чтобы дергать за ниточки. Адам ломается, думая, что его обманули. Семья Баран снова плечом к плечу. Этот выпуск невесты из Стамбула был полон грусти и напряженных моментов. Когда Асма возвращается из однодневного отпуска с Галипом, дома ее ждут плохие новости. Возможность болезни Ады заставляет и Пика, и Фикрета зарыть свой боевой топор. Адам звонит Фаруку и сообщает ему, что его мать сбежала из больницы. Они поставили охрану перед домом. Сурия идет к врачу в плохом настроении из-за выкидыша предыдущего ребенка, состояния Ады и плохих отношений с Диларой. Врач говорит, что состояние ребенка хорошее. Фарук идет к Адаму и просит помочь примирить двух женщин. Оба они везут своих супругов в Стамбул, они оставляют девочек под предлогом того, что у них есть работа.